В феврале 1917 года победила буржуазно-демократическая революция. Толпы людей с красными знаменами и лозунгами выходили на улицы. Демонстрации сменяли с митингами. Из тюрем были выпущены политические заключенные. Народ приветствовал победу революции. Но власть в стране захватила буржуазия. Временное правительство не выполнило требований народа. Оно не дало ни хлеба, ни мира, ни земли. 3 июля 1917 года рабочие и солдаты вышли на улицы Петрограда с требованием «Долой Временное правительство! Вся власть советом!» Это была мирная демонстрация. Но буржуазное правительство ответило на нее расстрелом. Начался террор. Главный удар контрреволюция обрушила на большевистскую партию. Юнкера разгромили помещение ЦК партии и редакцию «Правды». Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. В июле 1917 года Владимир Ильич был вынужден уйти в подполье. Оберегать вождя партия поручила большевику Николаю Александровичу Емельянову. В его доме на станции «Разлив» скрывался Ленин. Несколько дней Владимир Ильич жил на чердаке сарая. Маленькое окошко под самой крышей едва пропускало свет. На чердаке поставили стол. За этим столом Ильич работал. Даже в самые тревожные и опасные дни он не прерывал напряженного труда. Постель Ильичу устроили прямо на сене. Но здесь, в дачном поселке, оставаться Ленину было опасно. Емельянов на лодке переправил Владимира Ильича в тихое безлюдное место на берегу озера Разлив. Из веток, покрытых сеном, сложили шалаш, будто живет здесь человек, нанявшийся работать на покосе. Николай Александрович рассказывал, как это было. Около шалаша я расчистил площадку и поставил два пенька, который повыше был столом Ильичу, а пониже сиденьем. Эту площадку Ленин в шутку называл «мой зеленый кабинет». Возле шалаша устроили кухню. Полтора месяца прожил Ильич в Разливе. Сюда приезжали к нему члены ЦК, его соратники Дзержинской, Орджоникидзе, Свердлов. Ленин направлял всю работу партии. В эти дни в Петрограде собрался шестой съезд партии. Владимир Ильич был в подполье, но он руководил работой съезда через членов Центрального комитета. Съезд принял предложенный Лениным курс на вооруженное восстание. Наступила осень. Оставаться в шалаше было нельзя. ЦК партии организовал переезд Ленина из Разлива в Финляндию. Ленину достали документ на имя рабочего Константина Петровича Иванова. В этом пальто и по реке Владимир Ильич был неузнаваем. На паровозе под видом Кочегара Ленин уехал в Финляндию. Гельсингфорс, Хельсинки. В квартире финского социал-демократа Густава Ровио Ленин находит приют. Владимир Ильич сразу же принимается за работу над книгой «Государство и революция», начатой еще в Разливе. Назревала социалистическая революция. И Ленин писал «Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность в теоретическом и в практически политическом отношениях». В конце сентября Ленин переходит на другую квартиру. Финские друзья позаботились, чтобы русский революционер Константин Петрович Иванов мог спокойно работать. Хорошее известие из России. Революция приближается. В Петрограде, Москве и многих других городах массы идут за большевиками. Наступает канун октября. По решению ЦК 7 октября Владимир Ильич Ленин тайно возвращается в Петроград. Наступают последние дни подполья. На глухой окраине Петрограда, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, скрывался в это время Владимир Ильич. За этим столом, вечером 24 октября, было написано Лениным письмо членам Центрального комитета. «Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало, промедление в выступлении смерти подобно». В тот же вечер Ленин решил немедленно идти в Смольный. По пустынным и темным улицам в ту ночь шел Владимир Ильич в штаб революции, чтобы возглавить уже начавшееся вооруженное восстание. Редактор субтитров А.Семкин